31 марта прошли досрочные выборы главы львовского сельского поселения. Избирательные участки работали с 8 до 20.00. Жители активно шли на участки, поэтому явка достаточно хорошая. В ходе голосования жалобы и обращений в избирательные комиссии не поступали. По предварительным данным большинство голосов избирателей 90,52% получила Людмила Поворотова, член партии «Единая Россия», которая ранее занимала пост заместителя главы львовского сельского поселения. В зале районной администрации прошло очередное рабочее совещание. Первый главный вопрос встречи – подготовка водопроводно-канализационного хозяйства к весенне-летнему периоду. С докладом по этой теме выступила начальник управления по координации работы ЖКХ Алина Серенко. Администрация района составлен комплексный план мероприятий по подготовке системы ЖКХ, включающей в себя ремонт колодца в замену систем водоснабжения, приобретение расходных материалов. Общая сумма средств на проведение работ составляет 51 миллион 732 тысячи рублей. О результатах рассмотрения обращений граждан за 2018 год рассказала начальник управления делопроизводства Ирина Каркина. За указанный период в администрацию района поступило свыше двух с половиной тысяч обращений, из них 1729 письменных. Приоритетным традиционно стали обращения Павроса ЖКХ, это 43% от общего числа. Также на планерном совещании обсудили ход замены 5% водопроводно-канализационного хозяйства и наведения санитарного порядка в поселениях района. От подворья и колхозов к современным технологичным предприятиям в Доме культуры села Львовского чествовали работников отрасли животноводства Северского района. Виновников торжества и гостей праздника уже на улице встречала ярмарка продовольственных товаров местных производителей и выставка декоративно-прикладного искусства. В зале собрались передовики и ветераны отрасли, люди, которые своим трудом кормят не только район и край, но и всю Россию. Поздравить собравшихся с профессиональным праздником пришел глава муниципального образования Северский район Адам Джарим. Благодарю вас за трудолюбие и самоотверженность в работе. Несмотря на сложные условия, в которых приходится работать, вы остаетесь примером верности и преданности своему делу. Особая благодарность ветеранам, передовикам за добросовестный труд и богатый опыт. Сегодня сфера животноводства получила второе дыхание. И для развития эгоутрости в Северском районе есть все. Условия для создания кормовой базы, прекрасные пастбища и подходящие климатические условия. От всей души желаю всем, кто трудится сегодня на животноводство в облище, крепкого здоровья, высоких приростов поголовья и надое в молоках, благоприятных условий, хороших перемен и уверенности в завтрашнем дне. Счастья и добра вам и вашим родным и близким. С праздником, дорогие земли! Животноводство всегда было одним из основных элементов огромной системы сельского хозяйства и в нашем районе оно имеет богатую историю. За вклад в развитие отрасли работникам предприятий района вручили благодарственные письма от имени Законодательного собрания Краснодарского края. Тяжелые трудовые будни работников сельского хозяйства – это каждодневный труд. Но на один день все будничные заботы можно оставить в стороне. В честь праздника специально для работников животноводства на сцене выступали лучшие коллективы района. Порой за простыми вещами стоит колоссальный труд огромного количества людей. И каждый из работников отрасли животноводства, отдающий все свои силы на благо родной земли, достойен уважения и почитания. В Афибском спорткомплексе прошел чемпионат и первенство Северского района по прыжкам на батуте. В соревнованиях приняли участие спортсмены с 2007 по 2013 годы рождения из Северского Бреховецкого районов, городов Краснодарного, Российск и Кропоткин. Всего 180 человек. На первенстве присутствовал олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Маскаленко. Он пожелал ребятам хороших выступлений и дальнейших успехов в спорте. Программа для каждого спортсмена состояла из индивидуальных и синхронных прыжков. В рамках встречи разыграли 12 комплектов по индивидуальным программам и 4 по синхронным. На соревнованиях каждый участник проявил максимум усилий, чтобы достичь высоких показателей. Северские спортсмены не остались без наград. Первые места заняли Дмитрий Позенко, Милана Джарим и Валерия Кудрявцева. В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf 130-й день рождения отпраздновала знаменитая Эйфелева башня. Ежедневно сотни туристов выстраиваются в огромную очередь, чтобы подняться на самую узнаваемую достопримечательность Парижа. «Это знаковая достопримечательность. Когда думаешь о Париже, вспоминаешь Эйфелеву башню. В этом сооружении есть что-то очень прекрасное». «Она уникальная, потому что сделана из стали. Это символ Парижа». «Я сравниваю её с мастодонтом, потому что она огромная и потрясающая, поскольку изначально её собирались разобрать, но оставили. Это прекрасный памятник». Эйфелеву башню возвели к Всемирной выставке 1889 года, которая проходила в Париже. Главным конструктором был Гюстав Эйфель. Его именем и назвали знаменитую Железную даму. Благодаря высокоточным чертежам строительство башни шло рекордно быстро. Оно закончилось за два года, два месяца и пять дней. Конструкцию сделали из 18 038 металлических деталей, для сборки которых использовали 2,5 миллиона заклёпок. Строили башню 300 рабочих. Высота Железной дамы – 324 метра. Эту достопримечательность не все считают красивой. В 1887 году против её строительства выступали 300 художников и писателей, в том числе Александр Дюма-Сын, Гиде Мопассан и композитор Шарль Гуно. Они назвали конструкцию бесполезной и чудовищной. Тем не менее, Эйфелеву башню ежегодно посещают 7 миллионов человек. А за всё время существования на башне побывали 300 миллионов туристов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова